В понедельник состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Ивановской области под председательством главы региона. Чиновники доложили губернатору об исполнении протокольного списка поручений, составленного на июльском заседании комиссии. Оказалось, что результаты нескольких мониторингов, проведенных в рамках этого мероприятия, оставляют желать лучшего. В первом сентября из 287 пешеходных переходов, расположенных в образовательных учреждениях, нарушение эксплуатационного состояния имел каждый седьмой. Это 14% или 40%. В центре внимания по-прежнему остается высокий уровень детского травматизма на дороге. В перечне профилактических мероприятий в регионе – открытие горячей линии под названием «Безопасная дорога в школу. Родительский контроль». За время работы горячей линии поступило 25 телефонных звонков, касающихся обеспечения безопасности детей на пути в школу и обратно. Обращения были связаны с просьбами об оборудовании уличной дорожной сети пешеходными переходами, по установке дорожных знаков и искусственных неровностей, нанесении горизонтальной разметки, в том числе и двухцветной, проектировании тротуаров и обеспечении достаточной видимости на дороге. В связи с этим был проведен мониторинг, по результатам которого выяснилось, всего в регионе оборудовано 287 пешеходных переходов около образовательных учреждений, из которых всего 8 в полном объеме по современному государственному стандарту. Остальные имеют существенные недоработки или вовсе не оборудованы необходимыми средствами безопасности. Такое положение дел вызвало вполне оправданное недовольство главы региона. Среди того, что перечислили не все же самое дорогостоящее, что молчит департамент здравоохранения? Он Алексей Алексеевич Хохов у нас, похоже, спокойный сидит. Его, так сказать, не тревожите, и Шушкина не тревожите. Все хорошо, что ли? В ходе комиссии также рассмотрели ряд вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах. По окончании заседания губернаторам были даны поручения чиновникам на местах привести в порядок дороги в муниципалитетах, заняться оборудованием пешеходными переходами территории при поликлиниках, музыкальных и спортивных школах. Также было вынесено предложение приступить к формированию в области современной дорожной инфраструктуры. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.